В Израиле богатые евреи живут в роскошных домах. Обалдеть! 15 миллионов ешкин кот долларов! А бедные евреи в бетонных гробах. Да, это чья-то квартира. Приходила мыс не проснуться утром из-за всей нищеты моей. Нищие мышления – это у нас в крови. Нищие мышления, понимаете? Какие тайны богатства знают евреи-миллионеры? Узнаем у наших героев. Нона Кухина или доктор Нона заработала миллионы на косметике Мертвого моря. Рон Лансман за миллионы продает элитную недвижимость. Проводником в мир бедности станет Максим Бродский. Ой, здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Путешественники! Так, я Паша. Очень приятно. А как мне вас называть? Доктор Нона? Да, так все называют. Прямо так и говорят, доктор? У меня даже дети так называют. А, да? Внуки. Вы здесь живете? Ну, не только. И здесь тоже. А вот еще есть дома? Ну, да. Ох, сколько домов у вас. Нам все интересно. Много? Ну, не важно. Я понял, понял. В Израиле все скромные. Ну, можно мы в ваш скромненький домину зайдем? Можно. Заходите, ребята. Пойдемте. Так, флаг Израиля обязательно, да? Обязательно. Мой муж патриот. Ого! Он воевал на всех войнах. Все дети служили в армии. Ого! Какая красота! Судя по тропинке, кто-то здесь ходит. Да, тут как будто бы живут люди. А что за люди здесь могут жить? Ну, просто так бездомных в Израиле не бывает. Обычно государство заботится о бедных людях, если они хотя бы готовы, чтобы о них позаботились. Ужас какой-то. Ну, кто-то доходит до крайности. Даже не верится, что в таком современном городе ешкин коз. Наверное, это все-таки исключение из правил. Ну, и такое бывает. Ой, кошмар какой. Мы просто нажимаем на лифте цифру, приезжаем и прям сразу открываем. Сразу заходим в квартиру. Из лифта? Да. В квартиру? Да. Сколько она стоит? Очень дорога. Ну, быстрее скажи, пока мне не открыл. Ну, быстрее. Больше 50 миллионов. Пошлите. Ешкин кот! Обалдеть! Блин, ребята, мне в комментариях пишут, что не надо так реагировать. Ну, как так не реагировать? И тут вид будет всегда открытый. Как бы тут уже ничего не построил. Подожди, 50 чего? Миллионов? Да. Шекелей? Немножко больше, да. Это сколько в долларов? Плюс-минус 15. 15? 15 миллионов ешкин кот долларов! А сколько тут метров? 422. Трехэтажный пентхаус. Три там еще есть? Тут еще есть. Надверху, еще внизу, да. Поживаете в Израиле? Как давно? В августе будет 28 лет. Ого. С 1994 года. Мы приехали сюда я, муж, двое детей, мама и папа. Я пошла на работу, которая начиналась с самого раннего утра. И до поздней ночи. Так вот я работала. Мама сидела с детьми. Дочка более-менее устроилась. Мальчик оказалось, что он немножко нездоров. Его надо было лечить. Я этот момент упустила. Впоследствии ему определили шизофрении. Муж почти что не работал из-за того, что не знал иврита. Ну, бассейн в Израиле – это вообще эксклюзив, да? Признайтесь, вы плаваете вообще иногда? Каждый день. Каждый день? Да. Многие, кто имеет бассейн, с кем я общался, они делают его и только смотрят. А вы прям плаваете. А я плаваю каждый день. Это здоровье. Это я люблю очень. Из всех видов спорта – ходьба и плавание. Так. Ого. У вас даже рояль. А как же. И вы умеете играть? На нем играл башмет. Ого. Нет, обувь не снимаем. Не снимаете обувь? Нет. Окей. Это Израиль. Вы шо? Так, ну я сразу за рояль. А вы играете? Ну а что ж, вы сомневаетесь во мне? Вы что? Так. О, это все? А я настрою. Как все? А вы говорите, все? Все. Вот это же все. Руки заняты. Ну слушайте, у вас такой аристократичный дизайн. Можно так сказать? Все. Часики модные. Диванчики. Да? Да. Вы сами все подбирали? Да, сама подбирала. Это кот ободрал вчера. А, ну ничего, это бывает. Заклеили. Вот ножик. Судя по всему, он такой. Протри тебе рукоятку. А, да? Что опасно? Ну иди знай, что с этим ножиком будет через две недели. О, вон там кровать. Ой, жесть. И воняет так. Ну кто-то явно тут бывает. Ой. Ух ты, блин. Да, это чья-то квартира. Вон носки чьи-то висят. Тут сушат носочки. Вот тут есть чайник. Вот эта кровать. Ой, sorry. Вон там ботиночки. Это реально чья-то кровать, чья-то квартира. Я предлагаю долго здесь не тусоваться внутри. А что, это опасно? Ну придет хозяин, тут же, наверное, живет не... Ну мы пообщаемся с ним. Не вполне адекватный, нормальный человек, наверное. Хотя кто его знает? Не будем судить никого. Привет. Привет. Я Паша. Я Макс. Максим, расскажи, где мы находимся, что это такое? Мы находимся в городе Хайфа. Но конкретно вот это место, наверное, это... Самый отстой, который можно найти в Хайфе сегодня. Нижний город, полутрущобы. В этой ситуации может оказаться любой. Человек, который опустился, он не просто так оказался, где он оказался. Есть какой-то жизненный, наверное, процесс, который приводит людей сюда. Наверное, это наркоманы. Ну вот, чуйка наркоманы. Просто так человек не будет здесь жить. Ну может алкоголики, но вряд ли. Скорее всего наркоманы. Они более живучие. Расскажи, почему именно с тобой мы это обсуждаем? Ну, наверное, потому что вам рассказали, что я бывший наркоман. Начнем с пианино, может быть? А, ну да, можно играть? Конечно, конечно, настоящая пианино. А ты знаешь, что я вообще-то... Грандмастер. Или как там называется это? Impressive. Где аплодисменты залу, я не понял. Пойдемте дальше. Друзья, замечали за собой такое? Как только планируешь серьезную покупку, все деньги улетают на мелкий расход, а заветную покупку так и откладываешь на потом. Спонсор сегодняшнего выпуска Альфа-Банк дает классную возможность оформить бесплатную кредитку с целым годом без процентов. Также вы получаете год без процентов на любые покупки, до 50 тысяч рублей в месяц наличными без комиссии, карту привезут в удобное для вас место и время, все онлайн, быстро и надежно. Чтобы заказать бесплатную кредитку с целым годом без процентов, переходите по ссылке в описании. Оформление займет около пяти минут. И здесь сейчас живет человек? Да, он сейчас тут живет. Он снимает или купил? Нет, он ее купил. Что за человек, который покупает квартиру в центре Тель-Авива за хамуха 15 миллионов долларов? Смотрите, он ее купил немножко за меньше цену. Купил, когда начался COVID. Это была самая дорогая сделка в этот период времени. Он занимается недвижимостью, коллекционирует арт. Тут есть настоящий Salvador D'Ali. Потом посмотрим, конечно. И он еще считается как филантроп, помогает очень много людям. А он из какой стороны? С Израиля. Ну, естественно, я, как и прежде, думала, что мир против нас. Но так и случилось. В 2015 году у меня обнаружили онкологию. Я прошла две онкологические операции, облучение, химию. Потом сказали, вроде третья, как бы вернулись, болезнь возвращается. Но, к счастью, они ошиблись. В каком сейчас вы положении находитесь? Я в таком положении, что вся моя, ну не зарплата, как бы, а весь заход, это мое пособие с мужа по 3,5 тысячи с Института национального страхования, как из-за того, что мы потеряли трудоспособность. Выплаты за квартиру, выплаты за все, и вода, и свет, и телефон. Добавляем то, что собираем бутылки или сдаем железо. У нас еще есть дизайнерская кухня. Ого! Рассказывайте. Я смеюсь просто. Рассказывайте. Вот наша кухня. И собачка у вас здесь тоже. У нас две собачки и лысый кот. Вот, смотрите, как дружно живут. Ой, какие они смешные. А можно к них погладить? Бетти может и укусить. Хвостом бюмаше, значит, можно. Ну, конечно. Собачки-то у меня откуда будут кусать? Далее, иди сюда. Ой, такая милая, жирненькая. И ты тоже хочешь повниматься. Ой, все хотят, все хотят. Звезда Ютуба. А киспу можно погладить? Мы хотим понять, как вам удалось достигнуть того, что у вас свой дом шикарный, в одной из самых дорогих стран мира. Как вы к этому пришли? Работы и работы и работы. Ничего с неба не свалилось. У нас был очень тяжелый путь становления. Когда мы начинали этот бизнес, я преподавала анатомию, и там часть работы была научной на кафедре микробиологии. Я зашла, и мне профессор Цвиново сказал, а мертвое море живое. И эта мысль, я пришла домой и сказала мужу, я знаю, что мы будем делать. А мы хотели открыть клинику восстановления женщин после родов. Я как раз родила третьего ребенка, рожала. А у нас на двоих семеро детей, одна девочка приемная у нас. И я говорю, мы это делать не будем, а уже было место снято. На завтра мы должны были поехать и подписать договор в Герцелии. И мы начали выпускать свой продукт на базе Мертвого моря. То есть вы изобрели свою косметику? Придумали? Ну, я придумала. Смотрите, мы начали первые в мире выращивать искусственно архибактерию, которая находится в Мертвом море, и добавлять ее во все наши препараты. Дает силу жизни Мертвого моря. Насколько ты далеко зашел в употреблении? Героин. Я кололся героином. Это было 16 лет. Примерно в 16. 16 лет подряд? Нет, нет. Вы 16 лет? Вы 16 лет. Я уже кололся примерно до 18 лет. Машмарковый. Ну, я думаю, что для меня это было очень далеко. Ты спросил, насколько далеко я зашел. Это был мой предел. Дальше заходить было некуда. Расскажи про самый тяжелый день на этом пути. Самый тяжелый? Наверное, самый тяжелый день был, когда я был готов попросить помощи. То есть это уже был конец пути. Я признался маме, что я употребляю. А она не знала? Она, я не знаю, что она знала. Наверное, она не хотела знать. Либо догадывалась, знала, но как-то старалась это игнорировать, что по-своему выживала. Наверное, в этом всем кошмаре. И вот в тот день, когда я признался, с одной стороны, я почувствовал облегчение, с другой стороны, в этот день, я просто силой забрал у мамы последние 50 шекелей из кошелька и пошел, купил порцию и уже укололся дома. То есть вот, глядя назад, это был самый тяжелый день, потому что это было... Знаешь, все наркоманы, все, кто хоть как-то связаны с каким-то криминалом, они все пытаются строить из себя людей с принципами, понятиями, красная черта. Вот это никогда. У меня тоже были свои красные линии, которые я говорил, я никогда не перейду. Я перешел почти все. Ну, если я какие-то не перешел, то только потому, что возможностей не было. Если бы я продолжил дальше, я бы их тоже перешел. Ну, вот я почти уверен, что зависимость, наркотики, они лишают человека воли, поэтому это только вопрос времени. Тут у нас есть картина от Бэкси. Бэнкси. Бэнкси, да. Извините, от Бэнкси. Ну, это да. Слушайте, я хочу покачаться. Я хочу покачаться. Отходите, отходите, ребята. Это... Когда еще тут сидит попа миллиардеров? Вдруг и моей попе достанется. Ох ты, блин. Надо поинтереснее, нет? Ты хочешь ко мне залезть? Или что? Нет. А ты покачал? Да, она серьезная качеля. Так. Борис, подойди, пожалуйста, ко мне. Давай, 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 давай. Смотрите, чтобы вы знали, как выглядят еврейские миллиардеры. Скромный. Он отказывается дать мне интервью. Но дело в том, что если бы не он, то выпуска про Израиль не произошло бы. Потому что вот это его компания, Gradient. И он, когда узнал, что мы едем, решил нас поддержать, помог нам с гостиницей, оплатил ее за хреновую тучу денег. Поэтому операторам и мне есть, где здесь спать и жить. И это помогает нам существенно сократить расходы на этот выпуск, а значит сделать его реальным. Потому что каждый выпуск это хреновая туча денег. Самолеты, перелеты, операторы, монтажеры, режиссеры. Все это нужно, чтобы был крутой контент. И вот такие люди поддерживают нас и помогают. Бориса крутая компания, и они занимаются мобильным трафиком. Если вдруг вам это нужно, интересно, у вас есть приложение, вы хотите трафик, продвинуть его, получить лиды, заявки, то вот посмотрите на эту компанию. Я ссылочку оставлю. Зайдите, изучите. Это не реклама, он мне не платит. Но он сделал все, чтобы этот выпуск произошел. Спасибо ему большое. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам. Смотри, так скромные миллиардеры выглядят в Израиле. Реально так. Он свинял кучу денег. Понимаете? Кучу. А ходит в обычных джинсиках. Ну, такие здесь скромные люди. Что поделать? Значит, на чем ездит этот человек? Сейчас он ездит на Тесле. Вот внизу это его машина была? Да, да. Там Model 3, по-моему, стоял или S. Я в ней не разбираюсь, но... Ну, то есть это не самая дорогая модель? Да, может быть. Скромный парень, в принципе, да? Ну, в целом, да. Давай вопрос. В целом, да. Вот здесь я понял, что богатые люди, в основном, очень скромные. Правильно. Ты первый человек в роликах, которые я вижу здесь. Да. Почему? Ну, всегда хотел купить. Сразу, как смог, купил. Это как бы показывать, я думаю, для риэлтора и для людям, которые занимаются бизнесом и недвижимостью, важно показывать такие вещи. Это показывать, что ты как бы успешный человек и тебе можно доверять. Что, по чем? По чем? 40 тысячек. А в долларах это? 13. 13, 14. Так риэлтор здесь может зарабатывать? Риэлтор может очень много зарабатывать. А, ты на тачке еще мощный приехал? Да. Я тоже не видел такой. Ты как, знаешь, можно прямо скажу? Конечно. В России говорят, что хочу так ездить. Никаких претензий, ребят. Я сам, знаете, жид, масон и так далее. Ну, так говорят. Да, да, да. У тебя такая затюненная, матовая, Мерседес. Зачем? В Израиле же не любят это. Все скромненько, тихонько. Ну, смотри, это красиво. Мне нравится. И почему бы нет? Есть как бы люди, которые любят все скромно, а есть люди, которые наоборот. Ну, в Израиле просто их меньше. И в целом просто в Израиле есть очень высокие налоги на машины. 100% налог, а на дорогие машины 120. Так вот, на где скромность? Это не скромность, а экономия просто. Да, 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 да. Окей. И ты все как риелтор здесь зарабатываешь? Да. Ну, сегодня я хозяин офиса, уже у меня есть офис, мое агентство. И у нас больше 70 риелторов, которые уже работают. 70 риелторов? Да. Так ты большой бизнесмен? Да. Ну, считается. Считается. Красавчик. И у вас сейчас еще долги. Какая общая сумма долгов, которая на вас? Или на вашей семье? Долги я не знаю. Я плачу ипотеку за квартиру. Это каждый месяц. Неоднократно приходила мысль просто не проснуться утром из-за вот этой всей нищеты моей. Я почти 30 лет в Израиле. Мы никогда не ехали никуда отдыхать. Мы никуда не ходим в гости. Мы не приглашаем. Соответственно, к себе-то некуда приглашать. Квартира разбита. Ну, это кабинет моего мужа, который вы не хотели снимать. Мы не хотели снимать. Здравствуйте. Но вы сейчас попадете к нам в кадр. Я не очень-то и стремлюсь, по большому счету. У меня есть звезда, когда меня вполне устраивали. Одной звезды в семье достаточно, да? Вполне. Согласен. Так. Книги, книги. Много очень книг. Сразу видно, умные люди. Вот у меня у родителей так же. Все в книгах. Все в книгах. А сын был без YouTube снимать. Осторожно, второй этаж тут. Сколько здесь метр? Дом 350. Там еще есть внизу спортивная комната. Для скромного Израиля это большой дом. Тут жило с нами вначале трое детей. Потом я три спальни детские снесла и сделала одну себе. Вон ту. И туда мы не пойдем. Очень большая, да? Вот это да. Это мой кабинет. Так. Но у вас кабинет без стола. Такого вот. Вот это дополнительное, да? Ну это же... Кабинет, где в центре диван, это интересно. Опа. Вот. Поработал, поработал. Вышел на балкончик немножко. Раз. И смотришь на бассейн. А, и на бассейнчик так. Ну, детишки там плавают. Все. То есть вы каким-то образом догадались, придумали, изучили? Не, не догадалась. Мы собрали группу ученых. Главное, что в бизнесе быть хорошим организатором. Это, конечно, мой муж. Он хороший финансист. Он умеет правильно считать, планировать, прогнозировать. И мы нашли ученых. Собрали. Сделали свою частную лабораторию. Потом уже построили свой забот. Но все это было не моментом. На момент открытия бизнеса у нас был колоссальный долг с мужем. Потому что это второй брак у мужа. Он все оставил в той семье, забрав только долги. И у нас был долг 50 тысяч долларов. И на сегодняшний день это как полмиллиона. Подождите. У вас был долг 50 тысяч долларов. Да. По сегодняшним моментам, как вы говорите, полмиллиона долларов. И вы собираете группу ученых, чтобы создать свою косметику? Да. Мы закладываем свою, мою квартиру. Мы пришли в банк. Ну, это я постараюсь быстро рассказать. Вначале мы одолжили на сером рынке деньги. Мы настолько верили в свой проект. Ну, мы вдвоем мечтатели, честно говоря. Моя родная сестра, она бывший министр абсорбции Софа Ландвер, она в нас не поверила. Она не одолжила нам деньги на этот проект. И сказала, я в сумасшедших играх не участвую. И мы одолжили на сером рынке 25 тысяч долларов. Начали уже выпускать. Что значит на сером рынке у бандитов? Ну, серый рынок. Не государственные деньги. В Израиле тоже есть. Еще раз. У вас долг. Да. И вы идете у бандитов, берете 25 тысяч долларов. Ну, это не бандиты. Ну, серый рынок. Ну, я понимаю. Но прийти по башке надавать могли, наверное. Это не черный рынок, это серый. Ну, убить это не могли, но забрать все, что тебе принадлежит, могли. У меня была алимовская квартира, алимовская машина в это время. И деньги закончились, и деньги не приходят. И вы на 25 тысяч долларов этих ученых наняли? Ученых, производство сделали. Четыре продукта первых выпустили. Потом мы одолжили еще 25 тысяч долларов. Их тоже не хватило, деньги не приходили, но мы в себя верили. Потом мы пошли в банк и сказали, что если придется, мы продаем квартиру. И нам пришлось продать квартиру. За долги, потому что серый рынок не ждет, там частики капают. И продали квартиру, пошли на съемную квартиру с тремя маленькими детьми. Продали машину, ездили на машине в лизинг. Ну, в общем, мы рисковали. Друзья, добавляю новую рубрику на этот канал. Будет называться она «Прямое включение». У нас здесь уже очень много людей. Каждый месяц миллионы людей смотрят наш контент. А у нас еще никогда не было прямого диалога. Я подумал, что надо это исправить. Ну, начать как-то ближе друг к другу знакомиться. Чтобы я мог комментировать какие-то моменты того, что мы снимаем. Или если что-то возникает в комментариях. Каждый выпуск, чтобы он произошел. Это работа операторов, монтажеров, редакторов, продюсеров. И это достаточно большие расходы. Поэтому для нас огромная радость, когда к нам приходят партнеры, спонсоры и помогают сделать так, чтобы этот выпуск, в принципе, имел возможность существовать. И сегодня таким партнером стал YouTube-канал Дмитрия Дементьева. Это человек, который очень хорошо разбирается в том, как продвигать свою компанию в интернете. И для этого он сделал свой YouTube-канал. И вы можете зайти по ссылочке в описании и посмотреть бесплатные рекомендации и советы, как в современном мире сейчас, учитывая, что отменились разные каналы привлечения клиентов, что-то заблокировано. Как сегодня привлекать к себе клиентов свой бизнес, свои проекты. Ссылочку оставляю в описании. Там есть прямые, готовые рекомендации, как продвигать себя в поиске, в контекстной рекламе, создавать сайты. Все простым, понятным, нетехническим языком. Ссылку оставляю в описании. Дмитрий Дементьев красавчик. Респект ему. И обязательно зайдите, посмотрите, что он делает. Ну, а по поводу такого формата, если вам нравится, чтобы я так иногда выходил в прямое включение, ну, тоже напишите об этом в комментариях. Для нас это будет очень ценная обратная связь, что так можно делать. И продолжаем просмотр. Ты тогда жил в Израиле? Да. Мы приехали в 12 лет. То есть мне было 12 лет в 90-м году. Я приехал только с мамой. Родители были в разводе. Ну, вот с 12 лет, наверное, все и началось. Вся жизнь сложилась так, что не употреблять я не мог. Потому что трезвым вынести то, что со мной происходило, я тоже не мог. Мне было трудно со сверстниками. Мне было трудно с самим собой. Я не находил свое место ни там, ни здесь. И везде пытался быть кем-то другим. Теперь суть наркомана в том, что он должен все контролировать. Наркоман — это человек, который живет в постоянном страхе. Этот страх невыносимый. Постоянный контроль, он очень утомительный. И вот употребление — это единственное место, где можно от всего этого кошмара отдохнуть. Потому что, ну, искал что? Забыться, расслабиться, кайфануть. Но это же не просто так. Да, сегодня я понимаю, что это было не просто так. Это было не просто кайфануть. Это был какой-то постоянный марафон в бегах от реальности. Который потом превратился в постоянный марафон за следующей порцией. Потому что кайфануть уже не получалось. То есть уже ничего тебя не берет. Кайфа никакого нет. Постоянно ломает. Постоянно нужно достать следующую порцию для того, чтобы как-то найти силы. Чтобы найти следующую порцию. Наверное, вот там я понял, что я попал. Все-таки я получил хорошее воспитание. На самом деле у меня нормальная семья. То есть мама педагог, бабушка педагог. Не было в семье ни наркоманов, ни алкоголиков, ни каких-то там старших братьев, которые могли меня столкнуть. Да, я нормально учился, нормальная школа, нормальная семья. А потом все вот как-то закрутилось в Израиле. Как ты смог найти в себе силы, чтобы остановиться? У меня выхода не было. У меня не было сил остановиться. У меня просто не было сил дальше жить. То есть тут либо я бы умер, и я думаю, что я умер бы очень, ну, очень быстро. Либо меня бы остановили, это могло быть либо полиция, арест какой-то. Либо нужно было спасаться как-то. Мы остановимся. Извините, вы здесь живете? Да. Вы говорите по-английски? Да. Можно с вами поговорить? Да. А хатка у тебя такая же? Или попроще? Немножко попроще. Тоже купил? Нет. Ну, смотри, у меня есть. Есть, которая купила, но я арендую. Не знаешь? И да. У нас в Израиле очень много людей арендуют свою квартиру, а на этих денег живут в другой квартире. Умные люди? Да. Ты риэлтор, у которого в команде 70 человек. Ты сколько лет работаешь? 8 лет. 8 лет? И это самая крутая квартира, которую ты знаешь? Да, самая крутая. И одна из самых дорогих? Одна из самых дорогих, да. Ну, пойдем посмотрим, что там еще есть. Пошлите. Слушай, а это недостаток ремонта или это дизайн? Нет, это часть дизайна, да. Это часть дизайна. Ну, чтобы так, кстати, не отрываться от простых смертных, да? Да. Ну, что там, бетон такой? Ну, типа того, да. Но мы тоже были у одного парня недавно. Ну, не то, что пентхаус. На первом этаже у него небольшой домик. Там тоже потолки были примерно такие. Ну, и матрас. Немножко пахло там немножко, ну и матрас. Ну, эта часть дизайна. Там минимализм просто был, да. Тут настоящая статуя Саладор Дали. У нас тут вот это? Да, вот часы. Это та самая известная, да? Да, да. Сколько стоит? Ну, я думаю, что дорого. Ага, вот еще здесь. Ну, кстати, здесь вид не то, чтобы супер, конечно. Но ничего. Конечно, да, да, да. Но знаете, какой, смотри, какой мощный кадр, ребята. Это абсолютно бедные и богатые в Израиле. Раз, и смотрим на вот эту сарарь. Ну, эта квартира тоже очень дорогая. Да. Как бы по-любому, да. Даже вон та вот. Вот эти тоже разломанные дома, они очень дорогие, потому что они очень близко к морю. И кто-то их может реконструировать, они станут суперпременно. Но при этом сейчас живут люди, и, судя по всему, не то, что шикуют. Да, да. Сколько она может стоить, эта квартира? Ну, смотрите, тут, вот в этом месте, да, любая трехкомнатная квартира, без лифта, старый дом, начнется 4,5 миллиона плюс. Шекель. Да. Это от миллиона долларов. Да, даже больше. Полтора-два миллиона долларов. Ладно, забываем, что это бедные. Это просто разные слои богатства. Как вы можете описать текущее душевное состояние свое? Душевное состояние? Эмоциональное. Не хочу жить. Не хочу. Меня держит, только знаете, что меня держит? У меня два года назад, два с половиной года перед тем, как началась корона, в январе умерла от онкологии мама. Я последних два месяца, я жила в больнице с ней, спала на кресле вот так вот. Мама умерла, остался папа, который видит на 5% одним глазом. Почти не слышит, и Паркинсон у него. Все, что он кушает, выпадает. Все, что он пьет, разливается. И вот то, что меня держит, это то, что я хочу ему помочь. Он прожил с мамой 62 года. Каждый день это слезы, это пересматривание фотографий, это воспоминания. Ну и, естественно, моя боль внутри, потому что если я ему скажу то, что болит меня, это будет для него удар вдвойне. Поэтому я все слушаю, иногда сержусь на него вслух, иногда молча. Но то, что меня держит в этом мире, это папа, чтобы хотя бы он прожил свои годы, сколько ему назначено, чтобы он не был грязным, холодным, голодным и не закончил свою жизнь в каком-то заведении, которое без детей, без никого. Вы можете вспомнить какой-то самый тяжелый день, когда у вас все деньги кончаются, вы продаете квартиру и эти деньги тоже распускаете? Я не могу сказать, что это был тяжелый день. Мы продолжали мечтать. Мы жили на съемной квартире, а наш бухгалтер, который вел наш бизнес, говорит, ребята, вы должны купить мою квартиру. Денег нет, деньги не приходят. И мы идем к нему в квартиру. Квартира, это была первая наша такая серьезная квартира. Семь комнат, два этажа, огромный на последнем этаже, балкон там. Ну, в общем, супер-дупер. Я говорю, Миш, мы ее купим, мы ее купим. А денег нет по этому? А денег нет. Но мы справились. Мы справились. И где-то через два года бизнеса мы раздали долги. Мы вылезли из глубокой долговой ямы. Мы купили ту квартиру. И купили съемную тоже, которую снимали. Так, подождите. Но сейчас все в комментариях начнут писать, что это какой-нибудь там папа, мама, дядя, министры-чиновники, кто-нибудь все у вас спас, отчленяем, все это неправда. Все вы выдумываете. Как вы все-таки из всех этих долгов-то выбрались? Что вы начали делать конкретно? Сейчас расскажу. Когда я работала в клинике, ко мне пришел такой дистрибьютор, компания, которая называется Sunrider, и рассказал систему сетевого маркетинга. Каждый дистрибьютор – это частный предприниматель, который ведет свой бизнес, не рискуя. Он-то вкладывает 50 долларов в начальных бизнес, и может, если он будет все делать правильно, он может развиться и зарабатывать большие деньги. Давайте разберем, потому что вы сказали слово сетевого маркетинга, и после этого многие в комментариях сразу напишут «разводилово», «очередное», «кидалово» и так далее. Я так понимаю, что вы сделали некоторый продукт. Наша компания до сегодняшнего дня работает по системе сетевого маркетинга. Ну, сейчас давайте разберем. Это единственный канал у вас в продаже? Сетевого маркетинга. Окей, то есть это и есть вот основа? Мы честно пошли. Конечно, мы могли в странах, где не принят сетевой маркетинг, тоже работать. Но мы работаем только в странах, где сетевой маркетинг. Окей, хорошо. Призно. Поскольку очень многие люди не принимают вот эту пирамидальную систему, и считают, что это… Да, ну, лучше фуку мыть, конечно, и полы. Но это психология человека, которую я лично не понимаю, не принимаю. Я тоже дежурила у умирающих больных, когда моим детям нечего было кушать, и бизнес не приносил деньги. Я ходила ночью в клинике и дежурила там, а утром шла преподавать. И так два года, через два года я уволилась с университета, который обеспечивал бы моим детям бесплатное обучение в Тель-Авивском университете. Я рисковала всю дорогу, потому что я знала, что я делаю. Откуда вы? Из Израиля. Вы здесь и родились? Родился и вырос в Израиле. 24 года провел в странствиях и вот вернулся. Здесь я оказался в тяжелых обстоятельствах. Теперь мне приходится обитать в подобных местах. И вы здесь живете? Живу. Стыдно, конечно, но деваться-то мне некуда. У меня нет денег. Ничего у меня нет. Я получаю всего 2000 шекелей в месяц. Этого хватает только на сигареты. Что мне остается делать? Воровать? Попрошайничать? Это не для меня. Что случилось? Почему вы здесь оказались? Почему? Потому что я на социальном пособии. Когда тебе 60 лет, на работу не берут. Я никому не нужен. Я живу на 2000 шекелей, которые платит правительство. Этого даже на сигареты мало. А еда, а все остальное. Знаете, только одна комната стоит почти 2000 шекелей. А мне же еще нужны сигареты. Нужно как-то питаться. Вот видите, какое у меня положение. А вы откуда, из какой страны приехали? Из России. Для телевидения снимаете? Нет, для Ютуба. Тут джакузи! Да, тут бассейн. А можно залезть? В джакузи, если вы хотите, конечно. Ну все. Он еще надогревается. Да ладно! Да, да, да. А ты со мной полезешь? Без проблем. Ну ладно. Надо его купальничек взять. Блин, он еще глубокий такой. Да, да, да. Офигеть, ребята. Ну это просто неприлично круто. Офигеть. А вон там тоже люди скромные бассейн построили, да? Да, да, да. Ну это прям там уж бассейн 15 метров примерно. Там бассейн серьезно, да. Когда здесь очень крутые вечеринки, можно утро выйдет, тут еще все так остается, знаешь. Слушай, и вон там такая веранда мощная. Это тоже жилой? Да, вон они машут нам, пофоткай ты их. Ууууу! Шалом! Шалом! Это квартира или отель? Я думал, что это не жилой, думаю, что это отель. А, я думал, кто-то с семьей решил собраться. Ну вот это все квартиры. Ну окей. Блин. Слушай, ну здесь же бешеный налог за эту квартиру, да? Тут, во-первых, есть стойка еще для диджея. А, то есть здесь мазон еще был, да, пати? Да, да, да. Налог, да, очень дорогой налог. У нас вообще в целом в Израиле на первую квартиру, когда ты покупаешь до миллиона восемьсот, нет налогов. А выше миллион восемьсот, начнешь платить уже проценты. А на вторую квартиру ты платишь уже не всегда меняют. Было пять, потом подняли на восемь, потом спустили опять на пять. Пять процентов с первого шекеля. Как бы, если ты имеешь одну квартиру, и ты хочешь купить еще одну, например, за три миллиона ты будешь платить налог двести сорок тысячек. Это, да. Песец. Ну, то есть такое можно брать, если ты совсем не считаешь уже деньги. Да. Ну, в целом, да. Это надо запредельно быть богатым, понимая, что ты за всю жизнь просто не потратишь все, что у тебя есть. Поэтому ты просто можешь не замечать вот эти бешеные налоги. Причем сумма этого налога, она может быть сопоставима с бюджетом не то, что одной семьи, а целого здания в каком-нибудь Саратове. Да, всех семей в этом Саратове. А у него просто налог на то, что он здесь проживает. Как бы тут налоги на такие квартиры – это пару миллионов всегда. Если ты ее захочешь продать, еще есть налог. Капец. Ну, в общем, жить богато – это дорого. Да. Блин, ну, давайте хотя бы посижу, где им здесь что? 27 сентября мы едем в загородный отель вместе с тусовкой предпринимателей. И ты можешь вместе с нами полететь на вертолетах, на автобусах. Мы будем несколько дней вместе отдыхать, обмениваться полезными зданиями, ходить в баню, тусить. И поэтому, если ты хочешь присоединиться к нам на Бизнес Кэмп, то регистрируйся по ссылке внизу, вверху, где угодно. Найди эту ссылку на Бизнес Кэмп. И 27 сентября 2022 года мы тебя ждем, да? А теперь, ну-ка, как ты? Покоя нет, надежды у меня какой-то тоже нет на то, что у меня будет дом как дом, что я буду жить как… Я не говорю как великие мира сего, а просто как нормальный, обычный человек, который может открыть дверь и не видеть все побитое. Какие вы видите варианты решения этой ситуации? Тупик. Полнейший тупик. Вам сейчас сколько лет? Мне 58. Вы совсем молодая? Не совсем молодая, но в 58 люди еще хотят жить, есть какие-то планы, что-то начинают, да, даже… У меня нет планов, у меня планы, чтобы день начался. Как можно выйти из этой ситуации? Я не знаю, я не знаю. У меня нет вариантов. Мне 68 лет. Я родилась в Ленинграде, который сейчас называется Санкт-Петербург. И я понимаю, что нищее мышление – это у нас в крови. Нищее мышление, понимаете? Ну вот, я сварю сосиски, буду дома, мне хорошо. А ты, дура, до сих пор работаешь. А я работаю. Полный рабочий день. И я от этого в кайфе, в кураже, мне хорошо, я востребована, я помогаю людям. Как раз позавчера Яна сказала, что вытаскивает человека с чувства тревоги, когда ты нужен. Вот если ты бурлак на Болге и тащишь всех вокруг себя, Бог дает тебе силы тащить всех вокруг себя. А если ты лег на диван, диван, тапочки, телевизор 3Т – все, ты умер. И, к сожалению, много людей не хотят ничего в своей жизни менять. Почему? Им комфортно вот это нищее существование. Не знаю. Вот у меня… Я посвятилась безрезультатной борьбе, я лето ненавижу. Скажу почему. Дачи. Поедет, растянет все мышцы, сломает спину. А в сетевом маркетинге, если она вкладывает всю силу, как обычный месяц, она зарабатывает десятки тысяч долларов. Чего ехать на дачу? Ну, давайте справедливости ради скажем. Все-таки внутри сетевого маркетинга, как и в любой другой дисциплине, все-таки есть люди, которые пострадали. Которые покупали товар. Не конкретно у вас. От нашей компании никто не пострадал. У вас я не знаю, но в целом от категории сетевого маркетинга. Правильно? Продавали какой-то товар, говорили, что он волшебный, вообще все меняет. Тебе нужно купить товар на последние деньги, еще и взять кредит. Он напокупает эти деньги. И потом оказывается, что это вообще не товар какой-то, действительно, с какой-то уникальной формулой, а туфта. Такое же было в сетевом маркетинге в целом? У нашей компании в августе месяце будет 28 лет. Подождите, не у вас. В целом в категории же это есть? Есть не эта проблема. А какая? Есть компания-однодневки, люди вносят деньги, компания исчезает. Вот это есть. Такое бывает? И это сетевой маркетинг? Да. Поэтому есть критерии, как выбирать компанию. Окей. Смотрите, я просто на что хочу обратить внимание. Я прям чувствую, что часть людей, слушая наш с вами разговор, как только услышали слово сетевой маркетинг, сразу раз заслонка, сразу раз заслонка. И все, что дальше вы полезны. Сексы сетевой маркетинг не предлагать. Да. Ну и что? И в этот момент... Это их проблема. Смотрите, может быть их проблема, но раз мы с вами делаем этот контент. И вот мне кажется, что полезно будет, если люди после просмотра этого видео допустят, что когда они слышат какие-то слова, например, сетевой маркетинг, что необязательно сразу закрываться и говорить «Ой, все, туфта, туфта, туфта». Я поняла, что надо объяснить. Сетевик – это лидер, это профессия. Если вы придете, я не уверена, что у вас получится. Этому надо обучаться. Людей надо зажигать и вести за собой. В принципе, по принципу сетевого маркетинга построено любое государство. Глава государства, подчиненные – пирамида. Армия – пирамида. Все пирамидально. Даже церковь пирамидально построена. Но почему-то, ну, не знаю, в силу того, что люди… Это как стигма, что ли, у людей, что это плохо. Вы пьете, принимаете наркотики? Нет. Что вы? Ни в коем случае. Вы нормально выглядите, прекрасно говорите. Ну, спасибо на добром слове. У меня, можно сказать, забавная профессия. Я художник. Я профессиональный художник. Но, знаете, в 60 лет ты никому не нужен. Все предпочитают молодежь. Значит, вы родились в Израиле? Да, родился в Израиле. И всю жизнь в Израиле прожили? Нет. Я 19 лет жил в Штатах и 4 года в Австралии. Зря я решил сюда вернуться. Почему? Я приехал навестить семью. Родственники мне подсунули бумаги, которые я подписал. И на меня повесили долг. Я уже не мог выехать из страны, пока не погашу долг. Родственники попросили меня оказать любезность, подписать за них бумаги для банка. И так на меня повесили 50 тысяч шекелей. И за деньгами пришли ко мне, потому что на документах моя подпись. А мне платить было не из чего. С тех пор 50 тысяч выросли до 100. За каждый период просрочки 10 тысяч превращаются в 11. Мне с этим никогда не рассчитаться. А сколько вам лет? 60. 60? Вчера мне исполнился 61 год. Значит, вчера был ваш день рождения? Да. Допустим, после этого разговора ушли все, кто не готов воспринимать те идеи, о которых вы говорите. Как вы считаете, что еще отличает тех людей, у которых в жизни не получается достигнуть результата? Они хотят, может быть, мечтают, может быть, стремятся, но у них ничего не получается. От тех, у кого есть большие достижения, например, как у вас? Во-первых, вера в себя. Вот мне очень повезло, у меня мама была очень мудрая женщина. И она мне внушила фразу, которая меня ведет по всей жизни. Ты кошка, которая всегда падает на четыре лапы. И я всегда падаю на четыре лапы. Я приехала в новую страну, разведясь с мужем, похоронив маму, взяв 87-летнего дедушку. Я шла по улицам и улыбалась. Меня в университет взяли без знания еврита, английского. Сказали, мы тебя за наглость берем. По натуре я интроверт, я не наглый человек. Но я всегда знаю, что если я чего-то хочу, я это сделаю. Я не боюсь. Даже сегодняшняя ситуация страшная. У нас все-таки 50% русскоязычного рынка. Вы знаете, что сейчас происходит. Доставить продукцию – это практически невозможно. Несмотря на все сложности. Потому что я знаю, что я права. Что у меня есть цель. Здоровье людям. У меня есть миссия. Я к ней иду. Ну, я не люблю вот это слово «здоровый образ жизни». Это очень… Сегодня это приняло крайнюю меру, да. Это не ешь, это ешь, это пей, это не пей. Можно все только в маленьких количествах. Это мой принцип. Итак, вы опустили руки. Да, что мне остается делать? Мое время ушло. Мне уже 60, и у меня нет никакого будущего. Но в 60 некоторые, наоборот, начинают что-то новое. Если уж оказался в таком положении, как я сейчас, из него не выберешься. Ты бессилен. Я даже не могу найти работу. Чтобы строить будущее, нужны деньги. А когда ты оказался на дне, простите меня, в дерьме, тебе уже не подняться. Вот сейчас, например. Мы пришли сюда, вы с нами разговариваете, а мы снимаем ролик для YouTube. Может быть, это как раз ваш шанс, чтобы сделать первый шаг? Может и так, но вряд ли. Но это зависит от вас, от вашего решения. Вы правы. Это зависит от меня, моего отношения. Не знаю, может и был бы действительно шанс. Но прямо сейчас люди... Люди меня не примут. Когда ты в такой ситуации, ты для них пустое место. Я столько раз пытался найти работу, чтобы иметь жилье, приличное жилье. У меня ничего не вышло. Расскажите про какой-то кризис, который для вас был самый сложный. В прошлом, не сегодняшний? 98-го года. А что случилось тогда для вас? У нас был оборот компании в месяц 2,5 миллиона долларов. Мы упали на 300. А людям и заказы были на 2,5 миллиона долларов. Заводом надо было платить. И людям, которые заработали в то время, тоже надо было заплатить. А в одну ночь деньги превратились в батон хлеба. Но мой муж, он сказал, если вы в нас верите, мы продолжаем работать. Тогда много компаний ушло с рынка русского. Мы продолжаем работать и мы вам все вернем. Мы вернули всем людям деньги, которые им были положены. То есть вы должны были с заводом, вы должны были своим дистрибьютором. И вы им сказали, смотрите, сегодня денег нет, но вы верите. Мы потом отдадим. Да. Сколько людей тогда участвовало в этой системе? Ну, 150 тысяч было. 150 тысяч человек. Вы должны деньги. 150 тысяч у людей. Ну, не все зарабатывают. Некоторые покупают только для себя. Окей. Большинству из 150 тысяч вы должны денег. Да. А у вас их нет, потому что кризис? Да. И вы говорите, подождите, верьте в нас, мы потом отдадим. Да, нас покидали напарники, которые представители были в городах России. Нас кинули очень на крупные суммы денег. Ну, все упали. А при этом были люди, которые сказали, да, окей, мы верим, продолжаем? А что делать? Ну, разбеживается. Была колоссальная вера в компанию, в продукт. Как вы в этот момент не опустили руки? Я не понимаю, как можно опустить руки в трудную минуту. В трудную минуту надо мобилизоваться. И, конечно, архибактерия материнская сила прожила в экстремальных условиях при сильнейшей инсоляции и в очень соленой воде. И дошла эта клеточка до наших дней. Я думаю, что мне мой продукт дает силы. Например, этот ролик может посмотреть полмиллиона, а то и миллион человек. Представьте, кто-нибудь увидит вас и предложит вам работу. Например, вы можете сейчас объявить, что вам нужна работа. И кто-нибудь откликнется. Ну да, может быть, кто-нибудь, когда-нибудь. Но это же и есть шанс. Ну да, такое бывает, что подвернется шанс. Но я и так работаю. Я работаю. А где вы работаете? Просто кто-нибудь приходит и говорит, что для меня есть работа, зовет меня поработать. Мне не нужна благотворительность. Не нужно, чтобы просто так кто-то давал мне деньги. Как я уже сказал, я профессиональный художник. Я занимался живописью более 24 лет. Чем мы можем вам помочь? Помочь мне? Не знаю. Понятия не имею. Мне бы какое-то жилье, комнату поприличнее. Но что вы можете? Например, нас посмотрят тысячи людей. Вы можете попросить дать вам работу. Какую там работу? Это вам выбирать. Мы же за вас просить не можем. Но вы можете это сделать для себя. Вы можете повернуться лицом к камере. Нет, я не хочу, чтобы кто-то видел мое лицо. И обратиться с просьбой. Меня зовут. Мои контакты. Пусть все будет как есть, и этот разговор останется между нами. Спасибо. Мы здесь снимали, и в Хайфе наткнулись на трущобы. И прям залезли вовнутрь, и там очень плохо. Все воняет, матрас лежит. Ужасные условия. И там никого не было. Но видно было, что периодически там кто-то живет. Пока мы там снимали, туда пришли… Хомлис? Ау? Хомлисы? Ну, бездумные? Наверное, да. И пока мы уходили, там вышел мужчина. Угу. Мы думали, что тут какой-то наркоман, бомж. А подошел мужчина, который очень хорошо говорил по-английски. Он жил в Америке, в Австралии, потом приехал в Израиль. Ему 60, по-моему, один, что-то такое. И он никак не может оттуда выбраться. Я у него спрашиваю, что? Ты можешь повернуться на камеру, попросить работу? А он говорит, у меня уже руки опускаются. Что бы вы посоветовали такому человеку? Как выбраться из этого? Ну, мне кажется, это что-то психические непорядки. Он здоровый, адекватный. Я тоже думал, что он… Смотрите, мой муж, когда мы познакомились, он приехал с Южной Африки и 10 месяцев не мог найти работу. Овер квалификация ему писали. И он пошел, делал кухни руками, бешел. Он все, что угодно делал. То есть такого, что нельзя найти работу, не поверю никогда. У нас сегодня не хватает в ресторанах, особенно после пандемии, не хотят возвращаться. Люди привыкли сидеть дома и листать в соцсети. Все. Работа есть. Это что-то с головой у человека, я считаю. Нормальный, адаптированный человек может найти себе применение всегда и везде. Это, кстати, и в бизнесе. Вот бесстрашие, оно берется от того, что ты знаешь. Ну да. Но все может быть. Но я знаю, что я могу заниматься потом акупунктурой. Я могу… У меня змея, кстати, я со змеей лечу. Вернуться к истокам то, чем я занималась в своей альтернативной клинике. Я всегда буду работать и найду себе работу. Ну, пока силы есть. А силы будут. Извини, что прервал твой рассказ? Да нет. Не мог упустить такой сюжет? Наоборот. Сюжет, во-первых, хороший. А во-вторых, я переосмыслил твой вопрос. Ты спросил в самом начале, кто бы мог здесь жить? Наверное, это наркоманы. Ну, вот, чуйка наркомана. Просто так человек не был здесь жить. Ну, может, алкоголики, но вряд ли. Скорее всего, наркоманы. А вот он оказался не наркоманом. Вообще оказался очень адекватным человеком. Вообще оказался адекватным человеком. У которого просто так сложилась жизненная ситуация, что он оказался на улице без денег. Я переосмыслил, как бы, ну, я задал себе вопрос, почему меня занесло туда. Наверное, потому что тема, как бы, интервью была, наркоманы, ну, наркотики. А жизнь такая штука, что любой может там оказаться. Никто не знает, когда, с кем, почему, что может произойти. Ну, и, наверное, для себя сделаю вывод, что все-таки надо, ну, не судите и не судимым будете. Вообще удивительно. Он родился в Израиле, работал в Америке, в Австралии. Да, у него английский вообще. Английский достаточно хороший. И он живет просто в дичайших условиях. Я много что видел, но это очень стрёмно. А ты ему предлагаешь помощь? Говоришь, давай, скажи, что тебе надо? Нас увидят там столько-то тысяч, там, миллион. Что тебе надо? Может, работа? А он... Ты считаешь это правильно? Правильно или неправильно, это уже оценка. Я не могу его оценивать. Значит, он себя так чувствует, что вот он... При всем том, что ему нехорошо, и видно, что ему нехорошо, наверное, он живет в какой-то гармонии с собой, в той ситуации, в которой он оказался. Хорошо это или плохо, не знаю. Кто-то другой, может быть, выбил истерику, там, что-то делал, а он не делает. Почему? Я не знаю. Но он не похож на человека, который сдался. Он больше похож на человека, у которого нету сил бороться. Ну, еще есть спортзал, там сейчас бардак. Сейчас попрошу, чтобы брали. Я плаваю, а муж каждое утро делает спорт. Ничего себе! Прямой вопрос, сколько вам у мужу лет, что вы спортом занимаетесь каждое утро? Мужу будет в этом месяце 81 год. Ничего себе! И он каждое утро занимается спортом? Да. Раньше два часа, теперь час. У него специальные приборы. Он очень целеустремленный человек, он президент нашей компании. Действующий, не номинальный. Мы вот только вернулись из Словакии, где делали вместе презентацию. То есть мы работаем. 81 год. Человек управляет компанией. Да. Каждый день занимается спортом. Да. Такое бывает? Да. И еще кое-чем. Чем это на ушко, расскажите мне? Вот, да. Полноценный мужчина, 81 год. Как такое бывает? Такое бывает. Да? Это что, специальные препараты? А вообще... Или это при биологии? Если человек правильно мыслит, правильно питается, нагружает себя физически, он должен жить и половой жизнью до 120 лет. Пойдемте в ваш спортзал. Где он? Я должен срочно взять пару гантолек. У вас есть какая-то интересная концепция по поводу того, что люди должны заниматься сексом до 120 лет. Это как вообще? Ну, во-первых, у меня есть большой жизненный опыт. Мой дедушка умер в 100 лет 3 месяца, и он всегда жил с женщинами до самой смерти. Ну, я не стояла у кровати, но просто я знаю, что сексуальная энергия – это самая сильная энергия, которая движет человеком. Любовь вообще же, самое сильное чувство, которое может испытывать человек – это эмоция, вот эта эмоция, которая дает энергию на любое дело. Только сексуальные люди, кстати, вот вы можете это заметить, у вас уже много передач снято, только сексуальный человек достигает успеха в бизнесе. У кого горят глаза, у кого есть кураж, у кого есть внутренний стержень, а это же все связано… У нас четыре столпа жизни – пожратеньки, поспатеньки, чтобы не запикивали, и посратеньки. То есть это не мое выражение, этот профессор Ляс, онколог, один из ведущих онкологов Москвы, сказал… И я это как запомнила, и то, что ты вносишь в организм – это поесть, это очень важно, это на физическом уровне. Обязательно детокс – это вывести все из организма. Сон – это тоже здоровье. Я, кстати, даже если я не могу уснуть, я восемь часов провожу горизонтально. Это, кстати, очень важно, чтобы поддерживать силы и энергию. И гашу свет. Вот с полдвенадцатого до полдевятого… Ну, сейчас иногда раньше встаю, но я лежу. Даже если я проснулась, надо дать возможность отдохнуть организму полностью. И секс – кекс. У нас те люди, которым будет за шестьдесят, вот такие тоже нас посмотрят, они скажут «О-о-о, о чем вы вообще рассказываете?» Ну, некоторые. Что делать? У меня таких людей большинство. Ну, вот у нас семья очень открытая. И сначала, когда мы начинали эти темы при приемном ребенке, она к нам пришла уже зрелой личностью, одиннадцать лет ей было, мама ее умерла от онкологии. Рита всегда… Она убегала, когда мы говорили на эти темы. А у меня девчонки могли спрашивать в открытую. У них появился первый парень, они приходили, рассказывали. То есть у нас в семье – это открытая тема. Ну, не все рассказываем, иногда подсовываем литературу нужную, объясняем, что химия должна быть между людьми. Иначе не будет ни энергии, ни семьи, ничего. Расскажите, пожалуйста, что случилось у вас здесь? Почему горелое здание? Он говорит, что кто-то поджег. Здесь был поджег. И кто-то хотел ему навредить. А почему здесь так могут люди проявляться? Зачем мне это делать? И кто это? Он не хочет обсуждать это. Он хочет забыть то, что произошло, и продолжать дальше. Окей. А он, соответственно, то, что сейчас делает, это строит заново теплицу здесь, да, огород? Он говорит, я пытаюсь выживать каждый день, и это единственное, что есть у меня в голове. И одна из фраз, которую он так сказал, что, говорит, посмотрите по сторонам, сколько национальностей, сколько народов здесь живет. Да, я думаю, он имеет в виду там евреев, наверное, русских, арабов, христиан, мусульман. Но, говорит, мы не можем жить вместе, мы постоянно враждуем. И вот, говорит, нету сил у него на это, на все. И он, говорит, я был бы рад рассказать о том, что со мной происходит. Но, как он выразился, я хочу серьезных людей, которых это интересует. А кто вы, я не знаю. Он говорит, что он не верит в то, что мы оказались тут случайно. Он думает, что мы с какой-то определенной целью пришли именно к нему. Я пытался сказать, что мы здесь чисто случайно искали просто подходящий вид. И я не хотел быть наглым. Поэтому, увидев его, попросил разрешения снимать. И в этом вся суть. Он говорит, ну, хорошо, это, говорит, это ваша история. Я могу думать, что хочу. То есть он думает, что мы специальные засланные казачки, которые хотят что-то снимать? Потому что с ним что-то происходит. И у него, наверное, какая-то вот паранойя, может быть, что все против него. Спасибо. Спасибо. Ну, конечно, удобно. Две минуты, и ты на море. Не то, что две минуты. Угу. Тридцать секунд. Да. И вид шикарный. Да. То есть для апартаментов это очень редко здесь. Да. Вид шикарный, видно закат. Что это за человек? Ты с ним много общался? Да. Он крутой? Я его знаю много лет уже, да. Он крутой? Очень крутой. Что в нем такого, откуда у него все это есть? С него мама, папа, чиновники. Кто? Украл. Своим трудом. Он начал с нуля, да. Жил долго лет за границей. Там тоже как бы делал бизнес. И очень как бы hard work. Тяжело работал. Ты надо прям hard work, да? Угу. Нельзя вот по-легкому как-то там. Ну так я знаю, по-легкому не работать. Ну хорошо, но есть люди, которые тоже hard work. По 14 часов в день, но у них все равно не таких результатов. Что в нем такого? Потому что надо не работать только тяжело, надо еще работать правильно. А те, кто работает по 14 часов в день и нет результатов, они работают тяжело, но неправильно. Ну что он за человек? Опиши, какие у него есть качества? Дай нам почувствовать, что это за человек такой. За 15 миллионов долларов дом. Ну он очень как бы sophisticated. Sophisticated, как бы очень, на русском как это сказать. Не умный, а как бы, ну больше чем умный. Он хорошо разбирается в бизнесе. Он очень как такой спокойный человек, адекватный. Относится красиво ко всем людям. Всегда, ну сколько лет как его знал, он всегда помогает другим. Просто как бы не то, что бесплатно, как бы отдает бедным на праздниках. В Израиле очень много праздников. Он собирает еду, дает семян, которые как бы нечего поесть. И он еще помогает, у него есть роддом, который как бы он его оплачивает. Да, за границей. Ничего себе. Ну и нас он тоже же пустил. Просто так. То есть мы ему в общем-то ничего не даем. Даже не знаем, кто это такой. Но он пустил, потому что он понимает, что мы делаем какой-то материал, контент. Он нас поддерживает, помогает нам. Удивительный человек. Да. Сколько ему лет? Сколько ему лет? Тридцать пять или тридцать шесть. Блять, все, я не могу это терпеть. Что это такое? Мне тридцать пять исполнилось, понимаете? Ты не мог сказать, что ему хотя бы шестьдесят? Ну. Что за унижение? Вырезайте все это нахрен. Тридцать пять лет чуваку, он здесь строит дома по всему миру. У него роддом, блин, который помогает людям. Да. Дом в центре Москвы. Налогов он, блин, платит больше, чем денег. Капец, а? Как ты смог выбраться из наркомании? Не у всех удается. Ну, во-первых, течение обстоятельств, если можно так сказать. Я глубоко убежден, что Всевышний любит меня. У меня нет абсолютно никакого сомнения, что Бог мне помог. Бог, так как я его понимаю, так как я понимал его в тот момент, меня окружали хорошие люди, у меня были возможности, и у меня получилось их использовать. Что меня к этому подтолкнуло, у меня просто не осталось сил употреблять. Это была безвыходная ситуация. Если провести какую-то аналогию, да, вот человек, который тонет. Ну, вот представь себе, человек, да, его бросили в бассейн, на нём какие-то груза. И его просто тянет вниз. У него нету сил выплыть. Но если он опустится до дна и оттолкнётся от него, у него получится подняться на поверхность. Ну, и там будет за что-то зацепиться. Наверное, это была вот такая ситуация. Кто-то, может быть, просто умирает до того, как он опустился до дна. Кого-то не хватило воздуха, когда он уже оттолкнулся. Ну, мне повезло, наверное. Я опустился до своего дна довольно быстро. Я считаю, 18 лет, не сев в тюрьму, не потеряв дом, семью, детей, жизнь, здоровье. Ну, здоровье, наверное, где-то что-то всё-таки я подпортил. Но мне повезло. Я очень быстро опустился и довольно быстро поднялся. Ну, как быстро? Я до сих пор поднимаюсь. Мне 44 года, я до сих пор работаю над собой. Не потому, что я хочу пойти там покурить или уколоться, а потому что для того, чтобы жить осознанно, надо работать над собой. И вот тот процесс, который начался в 18 лет, он продолжается до сегодняшнего дня. Что означают эти статуи? Или это просто для красоты? Это просто для красоты. Вообще в Израиле не принято статуи. Да? Да, если приходит религиозный, он закрывает глаза. Но мы глаза не закрываем. Красотенька! Давайте представим сейчас человека. Ему может быть 20, 22, 25, 18 лет. Он сидит в каком-то городе, смотрит нас и хочет с чего-то начать. Хочет какие-то первые шаги совершить. Что вы можете такому человеку посоветовать? Чтобы когда-нибудь у него тоже был такой дом? Ну, я хочу одну вещь объяснить. Не рискуя, человек не сдвинется с дивана. Вот он взял суду в банке и каждый месяц надо отдавать, он не сложит ручки. Он будет крутиться, работать, придумывать какие-то системы, новые методы работы, но он будет работать. Он будет в ресурсном состоянии. А если вы не в ресурсном состоянии, вам ничего не капает нигде, под попу никто не клюет, там нет долгов. Мы поднялись, потому что были колоссальные долги. Это мое мнение. Вот сейчас мне пришло это в голову. Рисковать можно не только через долги, но в целом идея в том, что нужно попробовать сделать что-то, что может не получиться. И идти всегда по тропе, которую кто-то не использовал. Ваш текущий распорядок дня. Что вы такое делаете, из-за чего у вас много энергии, много драйва, желания работать? Некоторые после 30-40 уже все, максимум на диванчике полежать. У вас куча энергии откуда? Ну, как все люди. Я встаю и обязательно завтракаю. Я делаю легкую зарядку утром. Каждый день? Ну, зарядку каждый день делаю. Прямо в спальне. Пока я раздета, потому что у меня была травма позвоночника. Если я ее не сделаю, я просто не сойду с лестницы. Завтракаю и начинаю работать. Начинаю отвечать на письма, созваниваться. Ютуб-канал, этот канал, тот канал, контент. Его надо снимать каждый день. Ну, один день в неделю ничего не делает особо. Отдых положен. Один день в неделю только отдыхаете? Ну, да. Ничего себе. Откуда брать столько энергии, чтобы шесть дней в неделю работать, извините, в вашем возрасте? Потому что от меня очень много людей сегодня зависит. У меня есть совесть, и я не могу бросить их. Если я лягу на диван, они все тоже лягут. Понимаете, система подражания человека, которого ты веришь, который для тебя пример, это очень важно. Я знаю все дни рождения моих лидеров. Я их обязательно поздравляю. Я с ними общаюсь каждый день. Но это очень важно. Вы еще книги пишете? Да. Сколько вы написали? Двенадцать томов могу показать. Двенадцать томов книг? Да. Ну, это женские истории. Это было очень смешно. Мой друг меня взял на слабой. Я никогда не писала, не умела. И он сказал… Ну, я любила рассказывать текст своими рассказами, забораживала. И он сказал, а слабого это написать. И я так начала писать издательство «Эксмо». Можно даже почитать. Привет, друзья. Женя Копьев, мой близкий товарищ. Да? Да. И Олег Новиков, он в своей жизни дал все два интервью. Ну, а сейчас я… Вы знаете, да, Олег Новиков? Ну, владелец «Эксмо». Да. Он на этом канале и у Тинькова. Больше он мне никогда в жизни интервью не давал. Всего два видео. Но это отступление. Видишь? Да. Мир круглый. Мир тесен. Как я понимаю, вот эта история сначала покурить сигаретки, потом попить пивасик с друзьями, потом водочка, потом покурить травку – это, в принципе, стандартная история любого наркомана. И одновременно с этим почти все говорят, ну, я знаю, как остановиться, я знаю свою норму, я могу это контролировать. И люди это говорят с 1000% уверенностью. Зато миллион процентов, миллион процентов каждый наркоман уверен, что он не наркоман. Ну, в начале, по крайней мере, он хочет только попробовать. Ну, на первых этапах все убеждены, что смогут бросить. Есть наркоманы, алкоголики, которые пробовали, не смогли, и у них уже есть какое-то осознание того, что они больны зависимостью. И потом у них есть какие-то отговорки, почему они не смогли и почему они продолжают. Но в начале все убеждены, что это только попробовать, это только кайфануть. И стоит мне только захотеть, я обязательно брошу. Причем самая большая ловушка, наверное, кроется в том, что иногда удается бросить на какой-то срок. Ну, вот так сложились обстоятельства, да, там, не знаю, загулял, потом вышел, там девушка появилась, работа появилась, как-то взял себя в руки, занялся спортом, вроде жизнь наладилась. А потом опять загулял. Еще больше стал обманывать, что можешь останавливаться. Да, потом опять загулял, и вот тут ты уже уверен, что я смогу. Ну, я же, знаешь… Уже же было? Нет ничего проще, чем бросить курить, сам ты еще раз это делал. Ну, вот это из этой серии. Потому что каждая такая попытка выйти, она дает иллюзию, что возможность выйти есть. Поскольку вы работали и работаете с большим количеством людей, и вы видите тех, у кого получается суперрезультат в том, чьи работают в вашей системе, у кого-то они пробуют, пробуют и не получаются. Вот что отличает тех лидеров, да, как вы называете, тех, у кого самые крутые результаты? Какие у них качества, какие у них навыки? Что у них такое? Работоспособность. Работоспособность. Понимаете, люди думают, что сетевой маркетинг… Любой бизнес, оставьте сетевой маркетинг, это по щучьему велению, по моему хотению. А, нет, это ему мама оставила, папа оставил, это ему досталось с неба. Когда с неба достается, эти дети очень быстро спускают все. Практически нельзя сказать, что на детях отдыхает природа, нет. И потом у каждого человека есть планка, сколько он хочет зарабатывать. Это, кажется, такой глупый разговор. Все хотят деньги, все хотят быть богатыми. Нет. Вот есть дистрибьюторы, которые начинают с ямы, с глубокой, живут на съемных квартирах с детьми, за школу нечем платить, дети оборванные, грязные. И он начинает зарабатывать 100 долларов, 200, 300. И вдруг он дошел до 1000 долларов. Кажется, ну все, расти дальше. Это неограниченно. Все. Это его потолок. И он будет делать все, чтобы не больше и не меньше. Закон. Как определить, какая у тебя планка? Кстати, у меня определим, какая. У тебя большая планка? У вас. Продолжайте. Без шуток, я точно живу с одной четкой мыслью. У меня меньше, чем 100 миллиардов долларов. Ну как я могу прожить? Это просто минимальная сумма. Потому что я знаю, какие проекты я хочу делать. Столько всего можно делать. Города можно строить. Мне нужны эти деньги. Можно быть в больнице, можно быть меценатом полезных вещей. Поскольку таких людей немного, и на планете, и тем более среди моих знакомых, конечно, никто не верит. И все равно какая-то туфта. Но мне нужны деньги, потому что я хочу все это сделать. А люди не хотят. Ну кто-то. Говорят, ох, он шизофреник. Он хочет такую сумму зарабатывать. Зачем у тебя 100 миллиардов? Ты даже не знаешь, что это такое. Мои дети точно такие, как я. Жалко, что они сегодня не смогли прийти в шаббат. Я уже иногда сама начинаю думать, может, над нами какой-то рок писит. Я не знаю. Я вроде всю жизнь никого не убила, никого не грабила, старалась никого не обижать. С 14 лет я работала. Родители мои тоже не были Ротшильдом и Рокфеллером. Они работали на швейной фабрике. Я никогда не требовала ничего такого, что было у других. Если моя старшая сестра ей покупали платьице, а я говорила маме, она сказала, нету, у нас сейчас нету денег. Вот в следующий год ей платье будет мало, ты его будешь носить. Или портфель там. Вот. Поэтому я знала, что есть какие-то ограничения, есть какие-то можно-нельзя. Но тут у меня не получилось выплыть. Несмотря на то, что мы приехали сюда, у меня не получилось, что я как бы поменяла что-то на лучшее, что я достигла то, чего не могла достичь там. Я работала там в облисполкоме, я работала секретарем. Ну что сказать. Круто, что на этой планете есть умные люди. Да. И это вдохновляет. Вдохновляет, дает мотивацию. Кто-то, наверное, завидует, кто-то, наверное, считает, что это плохие люди. И наверняка есть плохие люди, кто в 35 имеет такое. Но есть и другие, я его не знаю. Но, судя по моей статистике, очень много настоящих крутых людей, которые просто работают, выкладываются, очень способны. Да. Круто. Даже не уверен, что я теперь готов идти в спальню с ним. Вниз? Конечно. Сейчас соберемся, спустимся. Ну, пойдемте. Это спальня. Сейчас мы откроем вид. Тут есть еще один балкон. Еще один балкон? Капец. Согласен. Одного балкона, двух балконов мало. Еще скачали. Ну все, побежали. Ну, ребят, после такого можно только в ту сторону. Ну, кстати, это опасно. Да. Охренеть. Опа. Все, не будем рисковать. Представь, что это видео смотрит сейчас молодой человек, которому, например, 16 лет или 18. И его друзья приглашают сейчас пойти покурить в первый раз травку или что-нибудь еще посерьезнее. И вот он сидит и такой, в принципе, он собирался, может быть, даже пойти, а может быть, нет. Задумывается. И тут он попался до видео. Что бы ты этому человеку сейчас сказал? Я не знаю, что сказать молодому человеку, который еще не пробовал. Потому что мой опыт все равно никто не переживет. Да, я могу тысячу раз говорить, там, не делай этого, это плохо. Наверное, человек должен сам обжечься. Опять же, может, ты вырежешь это из видео, но я однозначно никому не советую этим заниматься. Но я глубоко убежден, что никакие объяснения никого не остановят. Потому что если человек уже на этом пути, то он чихать хотел на мои предостережения. Если человек еще не пробовал, он глубоко убежден, что с ним этого не произойдет. Поэтому, ну, может быть, если все-таки будут какие-то единицы, которые услышат меня, и я могу сказать, что та цена, которую придется заплатить за это удовольствие, она будет очень высокой. И я не могу не то чтобы сказать, что это удовольствие того не стоит. Это просто несопоставимые какие-то вещи. То, чем приходится расплачиваться за то, чтобы покайфовать. И я сейчас говорю не о деньгах. Я говорю о самоуничтожении как личности. О том, что тебе придется перейти через свои границы. О том, что тебе придется самому себе в первую очередь признаться, что ты говно. Потому что ты не можешь считать себя кем-то крутым, если ты не можешь остановиться. Ты же всем рассказываешь, что стоит мне только захотеть, и я остановлюсь. Но внутри себя я-то знаю, что меня еще не начало ломать, а у меня уже истерика, что скоро начнет. И ты бежишь за следующей порцией. Я видел пацанов, которые... Не знаю, у нас цензурная передача, не цензурная. Говори как есть. Я видел пацанов, которые просто работали проститутками для того, чтобы заработать еще одну порцию. Я видел этих людей. Я уже не говорю о женщинах, я не говорю о девушках. Я видел людей, ребят из хорошей семьи, которые пошли на грабежи. Я похоронил друзей. У меня много друзей сели. Цена несопоставимая с тем кайфом, который можно поймать. Причем кайф он тоже иллюзорный. Потому что вначале тебя прет, а потом прет меньше. Надо употреблять больше. Мозг как-то к этому адаптируется. И в конечном итоге употреблять приходится. Приходится. В таких количествах, что кайфовать ты уже не можешь. Ты просто уходишь в какое-то забвение, потом проснулся и побежал дальше. Там уже употребление — это не о кайфе. Употребление — это о выживании. Ну, если кто-то хочет попробовать себя на выживание, он пусть едет в какие-то джунгли и попробует себя на выживание. Больше шансов, наверное. Вот я вам не показала одну комнату, я ее не покажу. Я ее расскажу. Там купол, и ночью я вижу звезды. В стеклянной смысле, что ли? Нет. А, на потолке такие, как и на Роллс-Ройсе, да? Мы отдыхали в Америке, мне очень понравилась эта идея. Я сказала, я ее осуществлю. Там была двухэтажная спальня, мы второй этаж сломали, сделали огромный купол. А я маленькая женщина и люблю высокие потолки. Ну, синдром маленькой женщины. Какие самые неудобные вопросы вам задавали ваши дети? У нас все удобно, все нормально. Ну хорошо, ну что спрашивали они вас, например? А если у тебя нет оргазма с этим парнем, он тебе подходит или нет? Ну, это удобный вопрос, нормально. И что вы ответили? Нет. Нет, не подходит? Нет. Сначала надо пожить с человеком, а потом уже бежать в ЗАГС и так далее. То есть оргазм должен быть обязательно? Если с мужчиной нет оргазма, значит, он не подходит? Ну, это девочкам я говорю. Девочкам, да. Ну, это одна из основ жизни. Если физиологически тебе человек не подходит, ведь очень… Он просто неграмотный, пока я не разобрался. В страхах очень важен. Есть масса вещей, которые должны соответствовать. у него должно хорошо пахнуть изо рта. Я извиняюсь, что подкрытую говорю. У него не должны вонять носки. Ну, это неприемлемо. И так далее. То есть человек должен быть чистым и подходить тебе на всех уровнях. по запаху, по цвету, по состоянию души и так далее. И ничего страшного, если вы ошибетесь. У меня одна дочка уже два раза развелась, вторая один раз развелась. И это нормально? Нормально. Нормально. Причем, детей надо при всех условиях, если беременны, рожать. Мое мнение. Не делать аборты. Чем мы можем вам помочь? Я не знаю, чем. Вы можете лучше знать, чем вы можете мне помочь. Люди, которые будут смотреть, чем они могут помочь. Ну, мне же не приедут люди делать ремонт правильно. Или снимать моего сына в рекламе, так как он хотел бы этого правильно. Или вернуть мне здоровье, которого у меня уже нет. Единственное, что если бы финансовая помощь какая-то, чтобы хоть вернуть этот дом в нормальный вид, чтобы хотя бы закрыть эти долги, чтобы меня не преследовали эти долги, из-за которых я не могу ни жить спокойно, ни... А что еще могут, чем еще могут помочь? Не знаю. Я тоже никогда не оказался в такой ситуации. Не знаю. Дай Бог, чтобы они никогда не оказались в такой ситуации. Мы можем просто укажем под видео реквизиты. И те люди, которые имеют возможность помочь, если сегодня они смогут перевести. И, соответственно, если будут люди, которые могут это сделать, они совершат этот перевод. Я правда не знаю, как сейчас, насколько это реалистично, чтобы люди из России могли в Израиль переводить деньги. Но мы в любом случае укажем реквизиты. Из Израиля тоже будут люди смотреть. Если кто-то сможет помочь, то, может быть, какая-то будет помощь. Ну, благодарна, конечно. Но это просмотр никого ни к чему не обязывает правильно. Кто-то хочет, кто-то может, кто-то посмотрел и дальше. Когда я осталась вообще до того, как мне назначили пособие, я осталась без денег, без ничего. У нас есть первое радио по воскресеньям в 2 часа дня, которые каждый отдают, просят. И я попросила, чтобы мне помогли с ремонтом. Позвонило трое человек. Сказали, что мы готовы тебе помочь. Жди звонка на той неделе, через две недели. Вот я уже в пятнадцатом году мне делали операции. В пятнадцатом и в шестнадцатом. Ну, как бы семь лет ко мне больше никто не позвонил. Я, естественно, тоже звонить не стала. Был ли это розыгрыш, была ли это насмешка, я не знаю. Но я просто думаю, если бы кто-то хотел это действительно сделать, мой номер знали, пришли, сказали бы, вот, что тебе надо. Никто не пришел. Поэтому я вот так и осталась у разбитого корыта. Я думаю, что всегда найдутся люди, у которых будет отрицательная реакция вообще на что угодно. Не в том числе и на то, о чем вы рассказываете. Всегда мнение много. У нас много людей смотрит разных. Поэтому, конечно, кто-то будет с пониманием относиться, кто-то может негативно отреагировать, кто-то захочет помочь, возможно. Это просто разные люди. Кто-то улыбнется. Кто-то улыбнется. Кто-то в том числе будет, может быть, насмехаться. У каждого своя может быть реакция. Вот. Но мы стараемся спрашивать все как есть, вы отвечаете как есть. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что все у вас будет хорошо. Спасибо. Дай Бог, дай Бог. Спасибо вам, что надеюсь, что что-то изменится. Но, как говорится, Бог велик. Так, дружище, ты же знаешь, да, что у нас традиция? Какая традиция? Мы с гостями залазим в ванную. Ты готов? Давайте, после вас. Ничего, что мы в обуви там. Не, нормально, нормально. Он поймет. Ну-с, по традиции залазим. Опа. Давай, давай. А что ж, риэлторы, миллионеры. Опа. Понимаете, я должен добить рекорд Гиннесса. Максимальное количество миллионеров, с которыми я плавал в ванне. Ну, не то чтобы плавал. Почти. Сидел. Да. Сидишь тут такой, ванночки. Витоп. Виток такой. По-моему, мне операторы стали плакать. Ребят, да все нормально. Ничего. Ничего. Не всем дано. Ну, куда нам? Ну? Мы люди простые. Нам много не рассчитываем. Ладно. Пойдемте скорее. Хочу поплакать. Опа. Круто. Да. Круто. Ничего не скажешь. Я позволю сам ответить на свой вопрос тоже. В Дубае произошел мне интересный случай. Я недавно приехал. И перед днем рождения, 1 июня день рождения, я в ночь решил прогуляться. Мы с тобой близнецы, я тоже близнец. У тебя какого? Одиннадцатого. Почти что-то. Да. Я вышел гулять на набережную ночью, час ночи. И ко мне подходят два пацана из Узбекистана. В Дубае? Да. Им вроде 20-21 год. Они подходят и говорят, Паша, мы посмотрели твои выпуски про Дубай. Так. Нам понравилось. Мы вдохновились. Все бросили и переехали в Дубай. Отлично. Я говорю, а у вас деньги есть? Как родители это смотрят? Я испытал очень сильное переживание на тему того, что то, что мы снимаем, это не шутки. Это реально существенно может повлиять на решение тех или иных людей. И я шел, я понимал, что с одной стороны, они сами свою судьбу строят, они сами принимают решения. А с другой стороны, если бы я не снял видео про Дубай, может быть они бы эти решения не приняли. И поэтому, поскольку мы обсуждаем эту тему, которую я считаю крайне острой, то я позволю сам ответить на свой вопрос в том числе. И я считаю, что есть только одно решение. И я это решение, слава Богу, в жизни в 14 лет принял и считаю одно из лучших решений в жизни. Не начинать. Ни алкоголь, ни сигареты, ни наркотики. Я, конечно, не могу его навязывать. Я не могу его навязывать, но вот я сегодня вижу, какое огромное конкурентное преимущество мне это дает. Насколько я вижу других 35-летних людей, они выглядят уже как старпёры, они мыслят как старпёры, и у них мозг уже просто как феникс сжатый. А я себя чувствую и соображаю очень динамично. Я могу за две недели снять 70 интервью и после этого спокойно идти работать дальше. И, наверное, это какая-то там и генетика, еще что-то. Но фактор того, что я не употребляю ни алкоголь, ни наркотики, и последний раз я выпил алкоголь в 14 лет, то есть это больше 20 лет, то, конечно, организм себя чувствует очень хорошо. Это бесспорно. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы тот кейс, который мы про тебя говорим, что те, кто готовы такой выбор сделать, лучше они сделают выбор вообще не начинать. Давай, знаешь что? Я… Окей. У Курпатова… Андрей Курпатов, наверное, все знают. У Курпатова в одной из книг он описывает диалог с пациентом. Привели ему в клинику 16-летнего парня. Я могу перепутать факты у меня, в отличие от тебя, у меня финик. Могу перепутать какие-то моменты, но суть такова. Ему привели пациента, 16-летнего мальчика, которого мама посадила на цепь к батарее, чтобы он перестал колоться. И потом его привезли в клинику Курпатову. И вот в беседе парень рассказывает вот такую историю. Все говорят, один раз уколешься и станешь зависимым, и подсядешь. Он говорит, я укололся, нифига, никакой зависимости нет. Я укололся еще раз, никакой зависимости нет. Я укололся еще раз, никакой зависимости есть. Нет. А оказалось, это и есть зависимость. Вот, наверное, в этом суть. Это игра с жизнью. Ты абсолютно прав. Ты абсолютно прав. Если бы кто-то ко мне подошел и сказал, попробовать или не попробовать, однозначно не пробовать. У тебя есть опыт, у тебя много подписчиков, Ты видишь, как твои ролики влияют. Я не привык, что мои слова на кого-то влияют. По крайней мере, они в таких масштабах. Но ты абсолютно прав. Спасибо тебе. Многие люди, кто достигли результата, они говорят, важно мечтать. Важно представлять картинки будущего. Это правда или нет? Или это все просто в книжках написано? Я знала, что компания будет международная, что мы будем работать во всех странах. Я не знаю, это можно назвать мечтой. Вот когда у меня был перелом позвоночника, я лежала год в гипсовой кроватке в Евпатории. Что случилось, извините? Что случилось, извините? Упало, спрыгнуло с дерева. Было шалуньей. И компрессия позвоночника. И нас вывозили на кроватях прямо под звездное небо в Крыму. И я лежала, смотрела на звезды. И я знала, что меня будут знать многие в мире. Не знаю, вот ребенок 12 лет. Это тогда было чисто мечтой. Ну, я хотела стать врачом, естественно, чтобы помогать деткам вылезать с этой проблемой. Мечтать надо обязательно. И сейчас я мечтаю. Да? Продолжать? Продолжаю, конечно. И мой муж мечтает. И мы все время двигаемся. Мы... Ну... Миша очень любит дом этот. Я бы уже поменяла его. С моим темпераментом. Это пятое место в Израиле. 35 лет в Израиле. Любите периодически менять, да? Я люблю перемену. У меня папа был военный. У меня это в крови. Как моя мама говорила, шторки помесила, и уже уютно. Поскольку мы с вами снимаем для Ютьюба. Угу. Не для телевидения. Угу. То это видео будет жить и переживет нас с вами. Скорее всего, технологически. И представьте, что пройдет 500 лет, и ваши прапраправнуки захотят узнать, что же там за прапрабабушка жила. У нас же с вами нет сегодня такой возможности отмотать до наших прапрабабушек. Вот, скорее всего, мы бы это сделали. Я бы это сделал точно. Отмотал, посмотрел, что там за люди были. Но мы с вами первые поколения, которые оставляют о себе цифровой след. Прямо сейчас мы это делаем. И представьте, что у вас есть одна минута, которую посмотрят ваши прапраправнуки через 500 лет. И что бы вы за эту минуту хотели им сказать? Кстати, я уже это сделала. У меня есть книга, которая называется «Мейделы». Мейделы — это девочка на Идыши. Где я праздную свое 80-летие и рассказываю путь становления своей компании. И что для этого надо, и как надо не бояться ничего. Смотрите, мы все смертные. Вообще все люди в итоге боятся одного — умереть. А у меня не быть бесследной — вот мечта. И я думаю, что мои дети будут впитывать вот эту энергию, даже уже в цифровом виде, который оставила им прапрапрабабушка. И они будут гордиться мной. Мне это важно. Супер. Спасибо вам большое. Пятерочка. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok